приветствую в моем канале канал другая правда хотя наверно может быть даже стоит переименовать в другой другое название хотя пуская пока будет другая правда правда отлично вот той правды которые пытаются тебе втюхать телевидение христианство эту посмотрю один ролик одного пацана про баптистов до этого посмотрел новость связано с баптистами почему-то у кого-то покоя нету смысле именно власть имущих скажем и пытаюсь там прикрыть собрание какими-то непонятными такими способами используя законы российской федерации но честно говоря я не сторонник баптистов но и как бы не считаю что это нормально что нормально нормально закрывать их ну используя закон используя полицию и прочее 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 вещи но я даже не об этом я хочу сказать о том что ребята некоторые записывают видео и пытаются уличать уличать других в их так скажем грехах хорошо когда тебе отец раскрывает правду ты пытаешься матку правду вывалить но это не должно же пресс продолжаться до бесконечности это не есть так скажем прямо хлеб с неба если мы с тобой посмотрим на в евангелие да вообще в новые заветы им эту книгу мы посмотрим о чем там вообще иисус проповедовал очень редко он говорил о том что против фарисеев да не слушайте их вернее не поступайте так как они поступают а но то что они вам велят делать делать чему же учил иисус иисус учил тому чтобы о царстве иисус учил о царстве ты не увидишь ни в одном евангелие попыток его разоблачать но примеру скажем наместника римского пилата какой нехороший пила пойдемте его с плакатами выйдем против пилата будем говорить ты иди вон с нашей земли иди отсюда вон пилат ты нехороший человек или по всем улицам возглашать о том что фарисеи плохие 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 в чем же суть вообще мне честно говоря задолбал все задолбали все эти разборки это эпидемия сейчас все хотят со всеми разобраться всех обличить всех уличить и тебя тоже и меня разобрать хотят по полочкам всех это эпидемия я все больше и больше прихожу к выводу о том что я не хочу во всем этом свинарники участвуют я устаю всего этого устаю я реально устаю я просто мне очень сложно все это слышать видеть выглядит все это какой-то помойкой помоями которыми тебя хотят накормить что ты стал такой же помойкой я тут подумал когда я получаю откровение с неба и отец мне открывает себя он действительно меня кормит он меня поет мне приятно делиться тем что отец мне открывает о себе открывает истину открывает реальность кормит хлебом с неба позднее время уже и мне хочется делиться хлебом с неба это этот ролик немножко не об этом просто огорчительно стало что те кто должны быть делиться хлебом с неба просто тупо пытаются всех уличать во всем нет я ж не говорю о том что правы те которых они уличают но как-то странно видеть то что все пытаются воевать с чем-то и знаешь ощущение такое что тонкий ход такие с витринными мельницами воюют если ты из таких мне хочется тебя спросить а ты точно знаешь с чем ты воюешь у тебя прислался враг в виде кого-то скажем баптисты не прав дух у них там да там пара некий хорошо если ты будешь говорить о том что они не правы это не даст ровным счетом ничего это война с витринными мельницами это примерно я так вообще когда павел говорил что значит все оружие наденьте да все оружие возьмите все оружие чтобы вы могли значит в день злой устоять брайн наша не против крови плоти мы не видим войну против людей и не воюем с людьми мы ведем войну против идей которые пытаются залезть ко мне внутрь а не то что у него там идея дурная пусть он живет с этой идеей иисус сказал оставьте их они слепые вожди слепых пусть идут в свою яму я не собираюсь ни с кем воевать если мне нужно воевать то мне нужно воевать только с теми идеями нехорошими которые пытаются попасть в меня но не в меня так это стрелу а в меня в сердце внутрь мое сознание заразить меня ими для этого и у меня должно быть все оружие что же за все оружие откровение всевышнего бога откровение которые защитят меня от атак врага есть другая вещь когда я делюсь тем что мне отец открывает отец берет этот материал и открывает кому-то также дает наставление из этого и какой мне смысл идти к баптистам к тем же самым и пытаться воевать с ними зачем или еще кому-то зачем зачем мне пытаться уличать как один брат делает каких-то пастырей которые танцуют на свадьбах какой смысл мне заниматься разбором помойки не знаю смысла не вижу не вижу совершенно смысла если бы это были мои друзья которые которые мне говорили например бы танцевать плохо на свадьбе вдруг они я бы увидел что они танцуют на свадьбе конечно беп спросил суши как бы мне тут говорил это одно дело но когда это даже не друзья это никто это вообще со стороны какой смысл нету никакого смысла это война то что там творится сейчас на земле в основном идет против плоти и крови я не собираюсь ни с кем воевать мне нет нужды ходить и кого-то уличать а потом кичится я обличитель великий вот тех-то и тех-то и тех-то да делайте вы что хотите книгу даниила ты читал там написано пусть тут делает еще тут а тут продолжает делать то то а святый пусть освещается еще они ходят и всех увлечают праведный пусть творит правду еще а мы с тобою если ты получаешь откровения давай будем получать откровения дальше давай будем делиться ими со всем миром вот таким вот образом и наш бог просто-напросто будет открываться людям являя свою славу чудеса и знамения доказывая то что это его слово прежде всего меняя меня и доказывая на мне того что он может изменить меня сделать меня действительно образом преобразить меня в свой образ сделать из меня нечто уникальное свое да так же и с тобой и давай с тобой не будем ходить и пытаться всех увлечать какие они нехорошие какие они плохие это не наше занятие мы слишком много с тобой потеряем времени вместо того чтобы это время уделить молитве и поиску откровений с неба в попытках поделиться с другими людьми теми откровениями которые он тебе лично дает если мы начинаем воевать с людьми мы теряем время мы теряем время драгоценное время в то время когда ты мог бы получить несколько откровений и ты бы смог быть назидаем духом божьим и тем самым поделиться с кем-то кто-то также был бы назидаем вот как бы хотелось немножко так сказать поделиться тем что есть более важные вещи намного важнее чем попытки обличать всех за подряд я уверен в том и дух божий мне открывают реальность что не обличение других их способны изменить а хлеб с неба которое они лично мы получали от отца но чтобы они начали получать хлеб с неба им нужно рассказать как это делать но прежде чем рассказать кому бы то ни было как я получаю хлеб с неба тебе же нужно увидеть что этот хлеб с неба реально дает жизнь я молю отца небесного о том чтобы жизни у меня стало настолько много от этого хлеба с неба чтобы оно было видно невооруженным глазом и тем самым я смог бы поделиться бы со многими многими людьми тем как его получать от отца лично и я думаю что не столько я сколько сам дух божий станет открывать людям потому что у них будет появляться желание отец дай мне и мне этого хлеба с неба который просто-напросто меня насытит подарит мне истинную жизнь внутри меня которая не просто останется внутри меня но распространится повсюду где бы я не находился куда бы я не пришел и с кем бы я не столкнулся во имя Ишо Хамашеев на этом заканчиваю всего хорошего подписывайтесь на канал ставьте лайки распространяйте видосики Блоксай я не знаю um